Вывели компанию из убытков. Руководство Единого расчетно-информационного центра Владимирской области отчиталось об итогах работы за 2020 год и рассказало о планах на 2021. В августе ЕРИЦ возглавила новая команда и с тех пор компания не потеряла ни одного контракта. Напротив, заключила семь новых агентских договоров. Организация выставляет счета за коммунальные услуги от имени ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, муниципальных администраций, ТСЖ и даже фонда капитального ремонта. Далеко идущий план добиться снижения количества квитаций в почтовых ящиках жителей по всей области. Чтобы наш почтовый ящик с вами, будем так говорить, он не был заполнен всевозможными бумажками, квиточками, которые теряются, растеряются. Пожалуйста, вот оно все есть. А второе, чего мы активно продвигаем и говорим, в любом случае вы можете перепроверить всю эту квитанцию, пожалуйста, заходите на наш сайт, хотите, пожалуйста, в ГИС ЖКХ. Но до этой цели еще далеко, однако. В ГИС уже в этом году новые достижения. В скором времени компания впервые заключит три договора с ресурсниками из Трунина, Крабанова и Киржальского района. Еще ведутся переговоры с Энергосбыт Волга, чтобы энергетики посадили в операционный зал ГИС своего специалиста. Тогда владимирцы смогут оплачивать счета и получать разъяснения сразу от нескольких компаний в одном месте. Ну а для тех, кто привык расплачиваться по счетам онлайн, совместно со Сбербанком ЕРИЦ готовит новый интерфейс, чтобы пользователи могли в единой квитанции оплачивать каждую услугу отдельно. При оплате абоненты, имеющие долги по коммунальным услугам, смогут самостоятельно выбрать услугу, за которую в данном моменте хотят погасить задолженность. Если, например, в платежном документе есть общий долг, то человек может зайти в этот новый интерфейс и выбрать ту услугу, по которой сформировался этот долг. Например, не вода, а тепло. Если у человека лишние денежки, тысячи рублей, он может оплатить эту тысячу рублей непосредственно только за тепло. ЕРИЦ в области работает с 2014 года. В прошлом году после смены руководства организацию, наконец, начальство пересмотрело расходы. Расторгла договоры, не связанные с прямой деятельностью. Переехала в новый офис, площадь которого больше прежнего, но плата за аренду та же. Сократила зарплату руководящему звену. В итоге компания закрыла год с весомой прибылью. Теперь будут разбираться со счетами от своих контрагентов. Мы провели сверку взаимных расчетов с фондом капитального ремонта, который не проводился с 2014 года. И продолжаем сверку с почтой России. Там тоже очень много вопросов по расхождению, по взаимным расчетам. Сняты все разногласия во взаимоотношениях с региональными операторами. Для всей области ЕРИЦ ежемесячно печатает 660 тысяч квитанций. А вот собираемость платежей в 2020 году упала. ЕРИЦ это связывают с сокращением доходов жителей во время пандемии. На начало 2020 года собираемость платежей была равна 97%, а к 1 декабря достигла 94%. Зато снизилось количество жалоб от жителей. Если раньше в среднем компания обрабатывала по 50 запросов на неправильно выставленные счета, сейчас число жалоб сократилось до 43%. Жаловались жители области в том числе и на несвоевременную доставку квитанций. Тогда ЕРИЦ решил взять часть доставки на себя. Только за последние два месяца прошлого года компания сама разнесла по домам жителей более 200 тысяч квитков.